Приветствую всех на канале Матковод. С вами я, Юбак Игорь, моя любимая жена Машенька. Машенька, привет. Привет. Итак, друзья, пришли мы до второй половины данных улев на данном тачку. И какие у нас сегодня тут мероприятия. Тоже скорачиваем пчелосемь и делаем ревизию, забираем лишние рамки, ставим полоски от клеща. Но для съемки выбрали, ну, решил для себя посмотреть три семьи. Эту первую, кто помнит, недавно я показывал, где месяц матка пролежала в клеточке, я думаю, уже у нее должен был быть расплод под запечатку. Его посмотрим, этот улей, и еще переложим сегодня, если дойдем к нему. Улей Дениса Фадеева тоже такой улей, так как в нем, ну, мне кажется, тесновато уже пчелам. Ну, потом, чтобы весной не надо было лишних манипуляций. А его будем использовать как облетник на две матки. Так, почему именно этот улей? Два дня назад был очень большой сильный ветер. Данный кусок шифера, который стоит на данных досках, подняло вот так, друзья. И вот так он все летел, и, короче, сюда так он шарабахнул. Чем привел, ну, вот такое, отломал тут кусок, побил краску, побило крышу, и вот отломал кусок кормушки. Из-за этого хотим это все разобрать и отремонтировать. Ну, и будем смотреть. Данный улей был смещен туда, и этот, и тот. Ну, и увидим, не произошла ли какая-нибудь трагедия в данном уле. Так, судя по кормушке, это только, ну, внутрь кормушку не разломало. Да, это только емкость из нее вытекать не будет, надо просто проклеить и закрутить на саморезы. Судя по пчеле тоже, никто тут не потерялся. Значит, все нормально. Ну, и будем перелаживать вместе с вами. В данной кормушке много остается пчелы. Ну, сейчас повыходит. И будем сокращать. Мама, дайдем, пожалуйста. Так, смотрим и работаем. Постараюсь ее оставить на 7-х рамках. Друзья, тут матка. Кто помнит, это матка. Ну, явно ее надо менять. Тут проблемы с маткой. Это матка, кто помнит, прошлогодние ролики о том, что мы оставляли 3 поздних отводка. Это струшенные пчелы после нуклеуса. Мы формировали 3 отводка, которые зимовали, тут мы смотрели. И один буквально перезимовал с горстью пчелы. Это данная матка. Тогда расплод у него был нормальный. Но на данный момент мы видим, что матка все-таки хромает. Ее надо менять. Пускать такую матку мы не будем. Может бы, конечно, данная беда заметилась раньше, если бы мы чаще смотрели пчелосемьи. Но так как мы решили вместе с ней смотреть. Ну, сейчас увидим. Может, данная рамочка была оттянута с такими ячейками. Потому что вот на данной тут буквально вот одна, вторая. Но все равно попадается. А, друзья, и тянут себе какой-то маточник. Они намерены ее менять. Или это не маточник, это что-то старое. Тут ничего нет. Надо ее, друзья, менять. Сейчас, пока не спешим с выводами, посмотрю еще пару рамок. Да, на каждой рамочке попадаются тротовые ячейки. Да, все. Другой у нее судьбы не будет. Как только ликвидировать. Да, тянут, вот, видим, еще какой-то маточник. Намерены они ее менять, да. Данная маточка имеет дефект. Вот данная маточка. Ну, приходится ее убить. Придется поступить так. И сегодня же, друзья, поставим, чтобы время не терять новую им матку в клеточке на трое суток или двое, потом отломаем им маленькое отверстие. Вот такие вот дела. Не ожидал я. Но скажу так. Мы уже сделали ревизию около в 150 семей, семьях. Это вот первая проблема. Это первая проблема. Так что, это мелочи. Тем более, данная матка прошлогодняя, и мы знаем, как она зимовала. Да, видим, что на каждой рамке есть горбатый расплод. Да. у себя данные явления наблюдаю редко, но тем не менее, наблюдаем. Не скрываем об этом, а показываем. данные две рамочки забираю. На эти две рамочки сокращаю пчелосемью. забираю, забираю, забираю. тёплую заставну. Одену. все остальные пчелы припросятся. Так, не потерять данный кусочек. Где тут повреждения. вот видим такое повреждение. Мы это тоже заклеим, мама там, закрывай. Заклеим, прикрутим и будет служить дальше. Всё, друзья, мы будем работать дальше и буду показывать то, что хотел на сегодня. Всё, Машенька, нажимай на пол. Так, друзья, работаем дальше, идём очень быстро. В остальных ульях всё нормально и дошли мы к этому к этой проблемной семье, где произошла у нас такая некрасивая ситуация. Ну и сейчас посмотрим. Да, корм или они переносят, или им кто-то помогает его есть, так как рамочка была полностью кормовая. Не, они её сюда перенесли. Тут яйца. Да, вон, друзья, уже печатный расплод. Значит, матка за такое время ничто с ней не произошло. Сеет яйца. Ой, говорю, сеет пчелу. Ну, данную семейку мы не будем испытывать на прочность. Мы её зимовать посылать не будем, так как тут, на мой взгляд, нечему зимовать. Хотя, там писали в комментариях, что можно было бы её пустить. Маточка. Где? Да, вон, ходит маточка. Ты всё расплодил? Да, открыты тут яйца. Но мы её пускать не будем. На днях мы просто придём, данную семью заберём и подселим ей стартер. И всё. И данной данной единицы у нас на пасеке не будет. Ну, мне было интересно, что всё-таки произойдёт с маткой. Но с маткой ничего не произошло. А вот в данном или в первом матка прозимовала проблематично. и вот видим последствия, что... Это, кстати, матка была отобрана последней из нуклеусов. Это уже она облитывалась в сентябре месяца прошлого года. В сентябре. Ну, сезон отработало. Как-то так, друзья. Всё, Машенька, нажимай на плач. Итак, друзья, прошли мы тот ряд. Решили этот ряд сзаду наперёд. И, ну, подошли, значит, первый у нас идёт данный данный улик Дениса Фадеева. Кто-то мне звонит. И я его хочу переложить. Я его хочу переложить, ну, чтобы им не было тесновато. Данная семейка это был Рой. Рой сразу же наш, который улетел с плодной маткой, с молодой плодной маткой. Сел сразу же тут на тачку, мы его подняли, сюда заселили. После чего смотрели, так как писали некоторые если матка улетела молодая, соответственно, она дальше будет улетать, сеять не будет, непутёво и тому подобное. Но мы потом делали ревизию и всё тут было замечательно. Всё тут было хорошо. И сейчас мы вместе с вами переложим, так как весной данная семейка будет проблематично её удержать на этих шесть рамках, будем думать, что делать. лучше мы сейчас освободим данный улей. И весной ранее, и когда у нас уже будут лишние рамки в уле, мы лучше сделаем однорамочные отводочки по маточнику и две будут слобные маточки, когда облетятся. Ну и теперь смотрим. Застроили и там. Так. застроили и тут. Ну и смотрим. Тут и расплод, и корм. Всё тут замечательно. Так, смотрим дальше. Да. Скорачивать я их не буду, так как на всех рамках есть расплод. Улей тёплый, пчёлам в нём комфортно. Но для содержания, для пакетного производства маленькие данные ули. Данные ули маленькие. тут видим тоже расплод. Везде его маточка попалась нам. Кстати, большинство меток на матках стали не зелёные, а стали голубые. Какой-то в этом году маркер непутёвый. Вот такой расплодик. Замечательная матка. данная семейка перезимует на ура и всё тут будет хорошо. Звонят, звонят. Кого интересовало, грызут ли данные улей пчёлы? Тут тоже видим расплод. Да, и тут, и там. Да, с двух сторон. На всех шесть рамках расплод. Друзья, вот, грызут ли. Да, не грызут. Ну, вот, есть тут какие-то раковины. Небольшая вот здесь какая-то раковина. Ну, не грызут. Можно с уверенностью заявлять данному отводку. Тут было тесновато, друзья. Но они не грызли улей. И если обратить внимание, смотрите, данная сетка на 50% залеплена прополисом. Видите, они себе регулируют сами влажность. А данная сетка процентов на 15- закрыта прополисом. Так что, как-то так. Так-то так. Все, друзья, переселил, переложу. Все, на этом ролик буду заканчивать. Так что, мои догадки о том, что в июле месяце не надо делать ревизии подтвердились. И теперь буду только так и практиковать. Если же у нас получается одна семейка, где матка стала сеять немного лишнего трута, ну, видно, что некачественная матка, это ноль по сравнению с тем, что если бы мы лазили каждые 10 дней, это в течение 40 дней, почти мы не были на пасеках, это надо было 4 раза сделать ревизию. И поверьте мне, 4 раза на 200 семей, это 800 пчелосемей, надо пересмотреть. Вероятность, что мы бы сами придавили матку больше, нежели теперь одну надо поменять. Так, так, друзья. Так что, короче, учимся работать вместе. На этом будем заканчивать. С вами были мы. Подписываемся на наш канал, ставим классы, кому не нравится, дизлайки. всем пока-пока.